От тем сельского хозяйства до предстоящих выборов губернатора. Депутат Госдумы Сергей Доронин пообщался с жителями Богородского района. В рамках выездной приемной он ответил на вопросы граждан и рассказал о своей депутатской деятельности. Подобные встречи стали регулярными. В этом году депутат планирует побывать в каждом районе области. Подробнее Андрей Дозорцев. Это уже 15-й район области, который посещает Сергей Доронин в этом году. Традиционные встречи с жителями региона депутат Госдумы решил проводить в новом формате. Такая выездная приемная дает возможность гражданам получить ответы на волнующие вопросы, не выезжая в областной центр. Депутат, в свою очередь, из первых уст узнает о ситуации в районе. Я считаю, что депутат вообще должен общаться с населением и идти в народ, понимать, что происходит, а не делать выводы, сидя в тиши кабинета своего. Для меня это огромный опыт, это большая польза от общения с населением. Несмотря на дачный сезон, на встречах с депутатом всегда много людей. Один из самых актуальных вопросов – развитие сельского хозяйства. Это тема, которой Сергей Доронин активно занимается в Госдуме. Зампредседателя аграрного комитета беспокоит проблема засилия импорта на прилавках страны. Он даже провел эксперимент, сфотографировав ценники в одном супермаркете Москвы. Когда пришел домой, начал разбираться в фотографиях, оказалось, что в 54 наименовании продукции, одно наименование только отечественное – это огурцы зеленые, а 53 наименования – это завозная продукция, начиная от чеснока, который нам уже возят из Израиля. Сергей Доронин считает, стране необходима эффективная государственная политика развития сельского хозяйства. Самим регионам выделять достаточно средств на эти цели непросто, хотя депутат похвалил руководство Кировской области за поддержку села. Другой вопрос на встрече коснулся лесной отрасли. Весь лес вывезут отсюда, из Богородска. С прицепами, ведь машины такие идут, такие страшные, смотри. Лес ведь это возобновляемое, как бы, богатство. Вопрос в том, чтобы эти предприниматели, которые занимаются вырубкой леса, они за собой оставляли нормальные делянки и восстанавливали то, что они вывозят. Темы, которые волнуют граждан, самые разные. В последнее время частый вопрос о предстоящих выборах губернатора области. В регионе документы в избирком подали пять кандидатов. Среди них Сергей Мамаев и Кирилл Черкасов выдвинуты политическими партиями, а Никита Белых, Александр Жданов и Александр Тарнавский – самовыдвиженцы. Сам Сергей Доронин принял решение не баллотироваться на пост губернатора. По словам депутата, он видит позитивные изменения в регионе. За пять лет очень много интересных проектов было реализовано. Это и достройка ледового дворца в Кирово-Чепецке. Алимпорин – это такой долгострой, который длился с 92-го года. Дополнительные деньги были заведены в области, и объект был сдан. Это объект строительства бассейна современного в городе Кирове. Как отметил Сергей Доронин, в последние годы в регионе реализовано немало проектов спортивной, дорожной и коммунальной инфраструктуры. Строятся детские сады, а рождаемость в области растет. По словам депутата, многое еще предстоит сделать. В свою очередь Сергей Доронин пообещал, что будет и дальше в Госдуме отстаивать интересы села. Андрей Дозорцев, Вячеслав Голиков, Вести, Богородский район. Субтитры создавал DimaTorzok